Все, тогда у нас спикер из Днепра, Паша, и передаю ему слово. Всем привет, ребят. Сегодня, как вы знаете, будем смотреть на такую презентацию о GVM, и тема будет, что находится внутри спецификации. Вот, немного обо мне. Меня зовут Паша, я сейчас являюсь Go-девелопером. А перед этим я работал на Java в проектах около трех лет, и также являюсь участием в менторском юнити в SoftServe. Вот. Что сегодня мы планируем осмотреть, это немного истории типы GVM, систему типов GVM, потом время, точнее, runtime, area в Java, где хранятся различные структуры и как они используются. И последним в нашем списке будет возбуждение методов и инструкции, что это такое, какая между ними связь. Вот. А насчет истории. К сожалению, мы не будем сегодня погружаться в историю создания GVM, и сразу перейдем к тому, что находится внутри спецификации. Вот. Но, как нам всем известно, GVM — это акроним к Java Virtual Machine, и она имеет спецификацию, которая содержит в себе описание только абстрактного механизма, который должен быть реализован в конкретных имплементациях. Также, как и реальные вычислительные машины, она имеет набор инструкций и управляет несколькими властями памяти при выполнении программ. Вот. Каким образом GVM для нас представляет свою абстракцию над конкретной операционной системой, над конкретным железом и набором инструкций, которые наша некоторая машина реально умеет поддерживать. С другой стороны, так же, как GVM не знает ничего о нежлежащих уровнях, GVM ничего так же не знает о конкретных языках программирования, которые ее используют как движок выполнения. Вот. Что ожидает GVM от языка программирования? Это умение быть представленным в виде набора класс-файлов, с которыми и работает GVM. Вот. Так что давайте рассмотрим к тому, что для нас определяет спецификация. Вот. Во-первых, это система типов. GVM по определению ожидают, что почти все проверки типов будут сделаны до выполнения программы, они будут сделаны компилятором конкретного языка и не должны выполняться самой GVM. Вот. Доуправлением каждым из существующих типов GVM обладает выделенным набором инструкций. Вот. А какие же типы для нас предоставляет GVM? Ну, во-первых, у нас все типы делятся на два больших класса. Это примитивные и ссылочные типы. Примитивные в свою очередь объединяют числовые типы, логический тип и тип адреса возврата. Все вот видно, наверное, на рисуночке должно быть. Вот. Примитивные, логические, адрес возврата и цифровые. Вот. Что конкретнее по логическому типу? Буллин нашему всеми известному. Он умеет принимать значения двух типов. Два значения может содержать. Это true и false. И нет выделенных инструкций внутри GVM для управления с значениями этого типа. Поэтому для управления с ними GVM использует операции, предназначенные для типа int. Но есть прямая поддержка в GVM массивов логических значений. И для доступа и изменений используются уже специальные инструкции, предназначенные для такого управления. И массивы логических типов представлены в виде массивов типа byte, где каждый элемент имеет значение 0, соответствующий false, либо 1, соответствующий true. И это позволяет нам экономить место, которое будет занимать наш массив логических типов, чтобы не хранить массив тех же int. Но как отдельными переменными у нас управление логическими типами идет через управление значением типа int. Что же касается типа return address. Он не имеет отображения в языке и используется только инструкцией в GVM. Значения данного типа это указатели на операционные коды инструкции. Вот. Ну это в принципе все, что нам известно о типе возвращаемого адреса. И давайте больше коснемся числовых типов. Все числовые типы представляют себе целые числа и числа с павающей точкой. Для целых чисел GVM определяет строго заданный размер, который они занимают в памяти, и могут использоваться для хранения значений. Вот. Для каждой из таких типов имеется дефолтное значение, обычно представленное в виде 0. И, конечно, диапазонные значения, которые входят в данный тип. Вот. В языке Java, как известно, у нас есть константы, которые представляют дефолтные значения, а граничные значения для всех типов. Будь то тип int или double. У нас всегда есть max и min values. Что же касается чисел с павающей точкой, а именно float и double values, то они должны отвечать формату и тройной E 754. Вот. Но это стандарт. Но в GVM есть некоторые отступления от него. Например, note and number, это число, которое не является числом как таковым, не может быть представлено внутри вычислительной машины. В GVM имеет только одно представление, в отличие от спецификации 754, где оно имеет как позитивное, так и отстательное значение. Но в остальном типы float и double, так же, как и в спецификации, имеют положительный и отрицательный ноль, а так же и значение для положительной и отрицательной бесконечности, что так же есть отражено в языке Java, если есть в этом надобность. Ну и дефолтными значениями для данных типов являются положительные нули. Не просто нули, да, а вот такое значение, как положительные нули. Возвращаясь к остаткам наших типов, это ссылочные типы. Их разделяют на три группы такие, указывающие на объекты классов. Это класс type, типа массивы, или объекты классов, либо массивы, которые имплементируют интерфейс, интерфейс type. Вот. Ну, как бы, тут все просто. Единственное, можно чуть больше рассказать про array type. Вот. Тип массива содержит тип компонента с одним измерением, и длина массива не является частью типа. Вот. Что это значит, что если мы создаем, да, два массива разной длины, но с одним, допустим, это массив стрингов, и размером 8, и массив стрингов размером 9, то их типы будут одинаковы, и размерность массива в определении, как они участвуют. Что касательно самого типа компонента массива, он может быть типом массива, то есть он может быть самим массивом, и может быть типом класса, либо каким-либо из простых типов, то есть int и так далее. Вот. Эта вложенность, как бы, всегда имеет предел, ну и, конечно же, пределом является наш тип класса, либо примитивный тип какой-то. Касательно ссылочных типов, существует специально определенное значение now, которое нам говорит о том, что у нас значение ссылочное не ссылается ни на какой объект. вот, джавиона также представлено в виде литерала now, вот, которое мы часто используем. Это, в принципе, все по типам данных, которые есть внутри GVM, и давайте приступим к рассмотрению данных, которые существуют во время рантайма. А можно вопросик по предыдущему слайду? Какая принципальная разница между класс-тайп и интерфейс-тайп? Я не знаю, потому что спецификация этого не задана. Есть разделение, но не определено, какая между ними разница. Есть разделение. Что следует сказать, это то, что некоторые из областей, которые мы сейчас рассмотрим, создаются в времени садации программы и уничтожаются при ее завершении. Другие же являются привязанными к потокам и создаются, уничтожаются вместе с потоком. Вот, и есть более узкие скопы жизни для некоторых, областей, и мы их тоже рассмотрим. Вот, как бы каждый поток GVM имеет свой приватный стек, который создаётся вместе с потоком. Вот, стек выполняет функцию хранилища для некоторых фреймов. Помимо этого, он принимает участие в вызове методов и возвращении из этих вызовов. стек используется для манипулирования этими самыми фреймами через стандартные операции там push и pop, всем известные для стека. Спецификация не говорит о том, должны ли фреймы создаваться на стеках, то есть использовать память стека, либо же там могут быть лишь ссылки на память, которая на самом деле адвокирована в каком-либо другом месте. Вот, поэтому здесь, как бы, тоже идет такое уже на плечи имплементаторов, как это будет делаться. стек может быть как динамически расширяемым, так и фиксированным размером. Помимо этого, должна быть возможность задавать минимальный и максимальный размеры для памяти, выделяемый под стек. И во время манипуляции с стеком могут быть возбуждены также исключения, например, стековый флор всем нам известно, это если размер стека не позволяет выместить в нем большее количество фреймов. Когда же можно получить такой exception? Наверное, вы уже догадались, как я сказал ранее, что у нас стек может быть как расширяемый, так и статического размера. Так вот, когда наш стек является статического размера, то есть он не может увеличить свой размер во время исполнения, то при максимальном количестве занятых фреймов на нем, если мы пытаемся еще добавить фрейм на стек, мы получим exception, потому что память у нас на стеке закончилась и идет переполнение стека. Если же допустим у нас стек динамически расширяемый, но у нас недостаточно памяти для того, чтобы стек расширился, то есть нам нужно создать новый стек, скопировать старый в него и чтобы еще место осталось. Если этого недостаточно у нас ресурсов для такой операции, то мы получим out of memory exception вклад, но это в том случае, наш стек поддерживает динамически расширяемый. Либо же если у нас создание идет нового потока вместе с тем и созданием нового стека выполнения и во время создания как раз этого потока у нас не хватает ресурсов, а именно памяти для размещения в нем стека выполнения, то мы также получим out of memory row. То есть нехватка памяти всегда может возникнуть. Вот. А что следует рассмотреть следующим это программ counter register. вот это некий программный счетчик, который привязан к треду выполнения и он обеспечивает хранение адреса инструкции, которая выполняется в текущий момент. Если только метод, который исполняется, не является нативным, вот, если же метод, который сейчас выполняется, является нативным, то значение этого ретериста не определено. А во всех остальных случаях, когда у нас выполняются методы известной BVM, как они устроены внутри, то там хранится как раз адрес инструкции. Также размер регистра такого должен быть достаточным для того, чтобы хранить значение типа return address, мы уже немного рассматривали ранее, либо же указатель специфический для платформы, то есть если делается, допустим, вызов какого-то нативного метода, то там должно храниться некоторое специфическое для платформы значение памяти, вот, куда указывает нативный сток. каждый вызов метода, я имею ввиду Java метода нам всем привычным, либо другого какого-то, то есть метода, порождает на стеке новый фрейм для выполнения кода этого метода. Вот фрейм, что собой представляет, он используется для хранения данных и частичных результатов, а также для обеспечения динамической линковки, возврата значений при вызовании метода и отправки исключений, если такие возникают. Время жизни фрейма заканчивается вместе с завершением метода, для выполнения которого он был создан. и помимо этого каждый фрейм имеет массив локальных переменных внутри себя, стек операндов и ссылку на pool constant, метод которого исполняется данным фреймом. Вот размеры массива локальных переменных и стек операндов рассчитываются во время компиляции, поэтому при создании нового фрейма вся информация о том, сколько нужно для него памяти и так далее может быть взята из класс файла, а именно размер стека операндов, размер локальных переменных, также учитывается наличие ссылки на pool constant и так далее, и это все дает нам окончательный размер, который нам нужно выделить во время рантайма для этого фрейма. Если один метод вызывает другой метод, то создается в этот момент новый фрейм, принимающий выполнение, и при этом выполнение вызывающего метода приостанавливается и ожидает завершения вызова нового метода. И если этот новый метод возвращает нам некоторые значения, они могут быть использованы внутри нашего текущего вызывающего фрейма. Об этом мы еще поговорим далее, там на картинках будет более понятно. Внутри, как я сказал, нашего фрейма находятся локальные переменные. из себя локальные переменные представляют некоторый массив, и размер этого массива определяется во время компиляции и отличается для каждого фрейма. размер этого массива локальных переменных может быть посчитан и зависит от того, сколько переменных используется для вызова метода количество переменных, которые используются внутри самого метода наших локальных переменных и от того, какой это метод, то есть это метод инстанса класса или это метод самого класса, то есть статический ли он. Какие же значения может содержать массив локальных переменных? Он может располагать в единственные свои ячейки значения любого типа, включая ссылки, адреса возврата и так далее. Но у нас существует значение long и double, которые имеют размер вдвое превышающий обычно используемый там. и такие значения локальных переменных занимает два элемента массива. То есть для того, чтобы сохранить некоторые там буллин значения или чар и так далее, нам нужен один элемент для того, чтобы манипулировать значениями long и double нам необходимо занять два элемента массива. И как же происходит манипуляции с этим с этими локальными переменными? Ну, как всем нам приемлеме, это у нас используется индексация по массивам. То есть мы предоступаемся по индексу прямо к тому элементу, который мы хотим. И, конечно же, номерация начинает составлять в случае же лонг и дабо, где наше значение занимает два элемента локального локальных переменных, то доступу используется меньший индекс из этих двух, и операция, которая манипулирует значением локальных переменных, она сама возьмет значение следующего элемента и расположит его там либо нам в память куда-то на операционный степь, либо в поле, куда мы захотим уже. Если у нас выполняется вызов статического метода, то любые параметры, использованные для вызова такого метода, будут переданы внутри локального массива локальных переменных, начиная с индекса 0. Если же у нас используется вызов метода инстанса, то есть метода объекта, то первым элементом массива локальных переменных будет всегда ссылка на объект, на котором был вызован этот метод. И затем уже следуют параметры вызова. так операционный стэк для того, чтобы производить операции, то есть выполнение программы используется стэк операндов. Он создается с созданием фрейма и имеет предопределенную глубину для расчета. При создании такого операнда, стэка операндов, он всегда пуст, и при старте выполнения кода метода, он заполняется необходимыми данными из локальных переменных, либо полей объектов, пула констант, используя инструкции загрузки. другие инструкции изымают операнды со стэка, производят необходимые вычисления и кладут результат обратно на стэк. Таким образом наш стэк является рабочей лошадкой в всем процессе. Также стэк используется для передачи параметров при вызове другого метода. и на него в конечном еще итоге будет возвращен результат выполнения такого вызова. Давайте говорить быстро хорошо, рассмотрим небольшой пример, как же все-таки происходит такой расчет с участием стэка операндов. Допустим, нам нужно сложить два числа, они хранятся у нас где-то в памяти, допустим, число 19 и число 73. Разные цветами, потому что, допустим, это хранится у нас число в локальных переменных, а это является полем некоторого объекта. Они помещаются на наших стэк операндов. Стэк операндов у нас размера 2 тут, так как это мы можем вычислить во время компиляции нашей программы и нам не нужно создавать стэк большего размера. После того, как числа были загружены на операционный стэк, мы переходим к выполнению исполнения инструкции i add. Инструкция сама i переставочка значит, что это integer операция управления типами данных integer, ну и add операция выполнения сложения. Сама операция, наша инструкция, она заберет оба операнды со стэком, произведет их вычисления, то есть сложения, и в конечном итоге вернет результат вычисления на стэк операндов, и будет размещаться первой на стэке. Вот это вкратце как происходит вызов на стэке операндов. Вычисления также могут быть вложены друг в друга, что позволяет нам избежать использования дополнительных временных переменных и инструкций загрузки и выгрузки данных из них. Что значит вложены? Это значит, что нас могут быть компилятором сделаны перестановки нашего привычного глаза программного кода, и он будет выглядеть немного иначе. Зачем это делается? Ну, вот как раз для того, чтобы производить меньше операций по переносу данных и помогает нам выполнять быстрее нашу программу. Так, стэк опирандов как и массив локальных переменных может содержать значение любого типа, поддерживая GVM. И выполнение инструкций возможно только на соответствующем типе. Вот, поэтому невозможно загрузить на стэк два значения, допустим, типа float и произвести расчеты в сумму используя инструкцию iAdd, предназначен для типа Integer. Но не все инструкции специфичи специфицированы для типов. Некоторые способны манипулировать назначения без учета их типа. Мы их заденем более детально. Далее, ну, для примера это, допустим, инструкция dab, которая делает дупликат значения на стаке операндов. Так же, как и для массива локальных переменных, значение типа double и long занимает по две единицы глубины. Все же остальные типы занимают только по одной единице. Ну, это вот в общем как выглядит у нас некоторая абстрактная GVM. И у нас есть несколько потоков выполнения A, ThreadB. Для каждого из них есть некий регистр программный счетчик. Каждый из тредов имеет некоторое количество фреймов, которые сложены на нем. И каждый фрейм внутри содержит себя массив локальных переменных, ссылку на constant pool и операционный стек, который выполняет вычисления. При вызове нового метода создаются новый фрейм, содержит такую же структуру, но со своими размерностями. То есть локальный переменный имеет свою размерность, constant pool reference имеется указатель на класс, метод которого был вызван, ну и операционный стек свою глубину имеет. Также мы сейчас коснемся вот этой центральной части, а именно хипа немножко и остальных частей, которые нам предписывают GVM это названное method area. Немножко еще забыл сказать динамическая линковка. Так как у нас каждый фрейм содержит ссылку на pool constant, это позволяет нам воспользоваться динамической линковкой. это делается благодаря тому, что во время операций инструкциями мы используем символические ссылки и эти ссылки мы берем из пола constant. В поле constant эти символические ссылки разрешаются на действительные ссылки определенных данных, будь то код, либо другая информация, которая подтягивается нам только во время рантайма. При этом, если допустим мы пытаемся вызвать метод какого-то класса, мы ничего не знаем еще о том какой-то класс, был ли он загружен и так далее. используя символные ссылки идет проверка как раз нужно ли сделать загрузку этого класса, умеем ли мы доступ к выполнению метода этого класса и так далее. Это также делает наш UGV более секьюрный, так как допустим у нас была некоторая программа скобили иные классы вот затем мы взяли выделили один Java файл поменяли там доступ допустим приватного поля публичного поля на приватное скомпилировали класс и подложили в нашу старую программу то есть остальные классы не знают о том что поле наше стало приватным и не могут теперь иметь доступ к нему благодаря тому что мы используем линковку динамическую и работаем через символические ссылки будет выполнена проверка во время рантайма имеет ли вызывающий код доступ к вызываемому вот ну и конечно же при замене публичного модификатора доступа на приватный мы получим exception так как я сказал хип живем не специфицирует ничего особенно интересного прохит просто написано что это участок памяти который является доступным из любого потока выполнения и необходим для хранения всех объектов и массивов так как массива также являются объектами создание хипа должно происходить во время старта gvm а управление хипом выполняется некоторым сборщиком мусора что это за сборщик мусора gvm также спецификация gvm также не пересписывает единственное что говорится о том что он может быть хип наш как динамически так и статическим то есть это уже зависит конкретной имплементации что интересного еще из областей это область некоторая метод метода это некоторая область памяти которая является общедоступной для всех же потоков выполнения ну и наверное логически было бы хранить ее в хипе но это уже идет на плечи имплементаторов конкретной реализации в себе область метода содержит пул констант данные методов и по ней исполняемый код методов а также включая конструкции конструкторы и специальные методы для инициализации классов интерфейсов и также размерность method area никак не специфицирована она может быть как статической так и динамической ну и конечно же если динамическое и расширение не может быть выполнено мы можем получить out of memory error exception что же такое констант внутри нашего метод area как мы видели на нашей картинке метод area содержит в себе некоторый констант пул некоторые данные и код что же такое констант пул это так называемый пул констант который содержит в себе представление таблицы взятая и скомпилирована класс файла класс файл имеет стандартизированную структуру вот поэтому загрузка инициализация этого констант пул таблицы выполняться должно быть всяких проблем делается это во время первой загрузки класса либо же интерфейса и главное назначение данного пул это хранение как мы сказали констант который известный во время компиляции там это литералы часовые или строковые названия полей методов классов и они должны быть определены во время которые должны быть определены во время выполнения программы то есть динамик наш линкач через символ ссылки также как я сказал могут исполняться может исполняться на живем код написанный на других языках и для этого предусмотрен нативный стек или еще так названный сис стек он может быть также использован самим интерпретатором но большинство случаев это использование его приходится на высох метода допустим скомпилирована под определенную архитектуру в принципе ничего интересного не могу рассказать про него могу рассказать про специальные методы которые определены для наших классов и объектов во время создания объекта каждый конструктор выступает в роли метода инициализации со специальным именем вот и нет но на самом деле это невалидное имя и оно должно быть заменено самим компилятором на некоторое логическое для него такой метод может быть вызван только с помощью инвок спешил инструкции самой gvm и только один раз на еще не инициализированных объектах вот мы видим его в действии чуть позже сейчас давайте поговорим немного о следующем методе специальном это c и нет или класс и нет нужен он в принципе для выполнения некоторой инициализации классов интерфейсов и также выполняется неявно gvm при загрузке нашего класса первый раз давайте все-таки перейдем более интересной части и посмотрим как у нас происходит исполнение метода и что же такое инструкции которые предписывают нам gvm вызов метода это на самом деле выполнение просто набора инструкций большинство из них специфличны для определенного типа и это можно видеть по их кодам в основном это первая буква кода так допустим инструкция iLoad загружать значения локальная переменной типа int stack copyranda и все бы хорошо но мы не можем иметь много инструкций потому что для каждого типа потому что количество их ограничено всего лишь одним байтом то есть для некоторых типов мы имеем урезанный набор инструкций и этот эти типы это byte char short вот именно для таких типов у нас предоставлены не все инструкции манипуляции и вместо этого система во время выполнения производит увеличение их значения до значения типа int и использует инструкции типа int для манипулирования ими с одним важным пунктом является инструкции загрузки значений на стэк операндов они делятся на загрузку значений из локальных переменных то есть массива локальных переменных и загрузки значений из уа констант для записи значений со стэка операндов в локальные переменные используется симметричный набор как для каждого типа столько названия меняется с load на store есть также для них некоторых инструкций некоторый префикс суффикс n он является просто более краткой инструкцией и для обычной допустим iLot так как инструкция iLot принимает параметр инструкция iLot 1 допустим не ожидает параметра а просто неявно использует параметр 1 вот для своего вызова это все для создания и манипуляции объектами выделены свои инструкции то есть для создания инстанса класса всем нам привычное new для создания же массивов используется вот три инструкции new array new array и multi a new array для создания обычного массива некоторых допустим винтов и так далее a new array для создания массива который будет хранить себе ссылки о чем соответствует символ a в начале и multi array я думаю все понятно для создания multi array для доступа к полям класса непосредственного класса не инстанса объекта да у нас используется get static put static от инструкции и для уже объектов для доступа к их полям используют get и put field ну я думаю остальные вы и так можете посмотреть что интересного из инструкции осталось это как производится возбуждение метода существует 5 инструкций для того чтобы вызвать метод тем самым создать новый фрейм выполнение на нашем теке первый из них и как бы дефолт как бы в рамках использования является инборк пирчо эта инструкция выполняется для обычных вызовов методов класса во время которое происходит как раз разрешение метода вызова то есть будь то вызов метода дочернего класса либо же метода родительского класса если он был переопределен то есть у нас во время инвок виртуал производится поиск метода для конкретного объекта на котором он вызывается отсюда как бы и получилось такое название виртуал если же метод производится на переменные интерфейсного типа то используется инструкция инвок интерфейс вот здесь уже алгоритм работы немножко другой и он выполняется немного медленнее чем инвок виртуал вызова инвок спешл служит для вызова метода инициализация объекта приватных методов или методов родительского класса ну то есть в жаре когда мы пишем вызов через ключевое слово супер методы инициализации объекта вот это те как раз самые методы с угловыми скобочками и нет которых я говорил ранее ну и самое интересное инвок статики думаю так все ясно самое интересное из них это инвок динамик инвок дай дай миг и она является самой новой для возврата мы о ней сейчас как раз поговорим и для возврата значений используется набор инструкций специфицированных по типу то есть для возврата void используется обычный return для допустим возврата double используется der return для возврата ссылки используется a return вот и также есть еще другие инструкции разделенные на области применения это операции инструкции управления операционным стеком инструкции переведачи контроля то есть их и наши и свитчи и так далее инструкции конвертации типа когда мы делаем конвертацию допустим из int в double и так далее и арифметические инструкции наши i add и тому подобное метод может у нас как известно закончиться нормально либо же ненормально то есть возбуждением исключения успешное окончание выполнения метода возвращает либо не возвращает какой-либо результат при этом фрейм который завершается используется для восстановления состояния фрейма который вызывал данный метод и делает все манипуляции для восстановления состояния вызывающего фрейма чтобы он мог продолжить свое выполнение в том числе сбрасывает свое возвращаемое значение на стэк операнда вызывающего фрейма и изменяет программный счетчик вызывающего фрейма чтобы он перешел к выполнению следующей инструкции после этого как бы фрейм уже не нужен он снимается со стэкового выполнения и возобновляется фрейм выполнение фрейма который начал инициализировать инициировал вызов завершающегося фрейма вот если же у нас завершение произошло с возбуждением исключения то эти как бы исключения генерируется инструкцией с так как у нас исключение это объекты поэтому имеется приставочка и у нас и при этом никогда не происходит передача возвращаемого значения вызывающему методу а как бы просто происходит возврат вот этого самого объекта через высых инструкции асроу и происходит выполнение обработки исключения уже вызывающим фрейм если такая конечно обработка имеется если ее не имеется ну как вы уже поняли да у нас идет разворачивание стека то есть завершается вызывающий фрейм и так выше выше пока мы не дойдем до упора давайте наконец-то взглянем на некоторый код допустим у нас есть некоторая программа обычный класс go с публичным полем to и вот такой вот метод main создается новый объект класса go ставится ему поле to некоторое значение и выводится это все на консольку нашу что же мы можем увидеть предоставленное нам компилятором языка java примерно вот так выглядит код который придет здесь красненьким справа то есть создание объекта присвоение поля и вывод давайте разберем все по инструкциям первая наша инструкция new номер 2 обозначает у нас ссылку на пол констант за этой ссылкой у нас скрывается определение класса go вот то есть вызов такой вот нам создает новый объект класса go и размещает ссылку на него на нашем стеке следующая инструкция даб производит дупликацию инструкции о ссылке на стеке операндов и таким образом у нас получается на стеке сейчас находятся две ссылки на один и тот же объект затем исполняется наша инвок special инструкция с указанием на у констант и что же это такое это на самом деле наш специальный метод init о котором я говорил ранее который выполняет инициализацию объекта класса именно объекта если бы было цел и нет это выполнилось бы инициализация класса но эта инструкция выполняется неявно самой gm поэтому входим и я не увидим вот инвок special инструкция принимает забирая точнее со стека одну ссылку на объект производит внутри метода init в новом фрейме необходимые уже вычисления свои какие-то инициализация ну и возвращается в исполнении уже к следующей инструкции astor astor1 означает что мы сохраняем значение которое сейчас находится на операционном стеке а именно это ссылка на объект класса go в локальную переменную с индексом 1 вот но как вы помните индексация у нас начинается с 0 вот почему же 1 ну 1 потому что у нас есть аргументы вот именно вот args аргументы args они находятся в массиве локальных переменных на нулевом позиции вот поэтому мы используем у нас нулевая позиция занята уже мы используем индекс 1 а после этого мы сразу же то есть наш сейчас наш операционный степп после этого мы сразу же делаем загрузку из локальной переменной на операционный стек затем мы выполняем загрузку стринги марс нашего значения на операционный стек четверочка означает что мы смотрим на страху марс и вызывает инструкция put field это присвоение значения нашему полю вот чтобы присвоить значение полю нам нужно два операнда первый это объект на который присваивать и второй это значение которое мы хотим присвоить диез 5 говорит какому полю выполняется присвоение и здесь мы видим что это поле ту то есть поле класса go ту и его тип это стринга вот так как на стеке у нас было загружено перед этим значение ссылки и значение самой стринги марс то инструкция put field забирает эти два значения выполняет присвоение и наш операционный стек сейчас пуст инструкция get static выполняет загрузку на операционный стек того что хранится в constant пуле по номеру 6 и это поле класса java.ang систем и это поле само имеет название out его тип это объект класса printstream вот затем выполняется снова загрузка как и восьмой инструкции с локального массива переменных нашего значения на наше значение ссылки на квас объект go и производится invoke virtual то есть наш printl вот после этого создается новый frame вызывается уже там toString на нашем объекте go но в этом с эти инструкции мы этого не видим потому что это происходит в отдельно выделенном frame ну и последняя инструкция наша return мы ничего не возвращаем поэтому просто завершаем выполнение вот примерно так исполняется методы наши используя инструкции gvm кое-что о динамических языках был некоторый gsr 223 вот к чему это все как известно gvm умеет работать не только с программами написанными на java но и на таких языках как груби а json и jruby кто не знает json это python на java и jruby это ruby на java но как бы как это возможно как раз эта спецификация и дала такую возможность а именно возможность вызывать скриптовые языки для платформы gvm делается это при помощи некоторого скриптового движка и java спецификация gsr точнее специфицирует как раз фреймборк для размещения этих самых скриптовых движков на java криптовой движок это программа которая компилирует и интерпретирует скриптовый код и затем исполняет его этот gsr поддерживается gdk начиная с версии 6 и помимо того gdk 6 уже есть поддержка скриптового движка рино вот которая позволяет нам использовать язык java скрипт внутри нашего java приложения но так как gvm изначально было спроектировано для использования статически типизированных языков то как бы создание таких движков вызывало очень много проблем у разработчиков и основной проблемой было это вызов метода проблема заключается в том что так как динамические языки не определяют типа ожидаемых параметров также типа ресивера да то есть на каком объекте вызывается наш метод ровно так же как и возвращаемых значений то как бы это и было основной проблемой но у нас появилась инструкция InVocDynamic и она пришла к нам с введением JSR292 в GTK7 вот что он дал нам это JSR он дал нам производительность для как раз исполнения скриптовых движков и вместе с этой инструкцией InVocDynamic был также притянут новый механизм линковки специально используемый для этой инструкции вот давайте посмотрим как все-таки мы используем InVocDynamic в Java и так как мы все-таки на Java в докладе она была применена для работы с лямбда выражениями вот посмотрим маленький пример такой у нас есть просто функция main в которой есть runnable интерфейс который содержит вот такую обычную лямбду которая выводит слово hello на экран и мы ее просто запускаем ниже здесь приведен байт код это инструкция как мы разбирали на предыдущих слайдах первой инструкцией является инструкция InvokeDynamic вот ей передается ссылка на индекс на ConstantPool под номер N2 которая нам говорит что же мы хотим сделать а именно вызвать линковку для нашей лямбды затем мы хотим сохранить то что находится на стеке то есть после InvokeDynamic у нас что-то появилось на стеке мы хотим это значение загрузить локальные переменные затем снова загрузить на стол стек и выполнить вызов метода непосредственно run сейчас немножко поподробнее InvokeDynamic первым параметром вот здесь InvokeDynamic так как я сказал Index Constant ссылаясь по этому индексу мы можем видеть что там находится символьная ссылка на первый элемент в ней это индекс на Bootstrap метод значение в пуле Bootstrap методов вот то есть у нас номер 2 номер 2 у нас говорит что это у нас ссылочка вот здесь вот диез 0 на Bootstrap методы вот по ссылочке 0 у нас символьная ссылка на метод Metafactory у него очень длинная сингинатура поэтому она была обрезана и как раз этот вызов и создает для нас лямбду которая будет исполняться при этом второй аргумент отвечает за то вот здесь есть также Method Arguments и второй аргумент отвечает за то какой код нам нужно вызвать когда у нас будет происходить вызов этой лямбды и как вы видите здесь написано InvokeStatic вызвать статический метод класса main и метод сам lambda dollar main dollar 0 вот но как вы видите здесь у нас такого метода нет что же произошло откуда взялся этот метод вот этот метод является синтетическим методом и генерируется во время компиляции вот что же он содержит внутри себя он имеет флаг синтетик который говорит о том что он был сгенерирован и имеет в себе код как раз того что мы задали внутри тела нашей лямбды а именно получить поле статического нашего принт стрим объект загрузить измяюсь загрузить стрингу hello и вызвать метод принт вот это как раз содержится внутри генерируем синтетического метода нужно быть очень осторожным при том когда мы работаем с рефлексии в таких случаях потому что если у нас есть где-то вызов на get declared methods то есть который нам возвращает все объявленные методы для класса то мы получим также и синтетически сгенерированные методы вот то есть если мы допустим сделаем main class get declared method и передадим туда имя синтетического метода нам будет возвращен метод мы сможем его вызвать без проблем и нам также будет напечатано слово hello вся эта магия вот с bootstrap методами и созданием некоторой абстракции которая помогает нам сделать вызов лямбды это все оптимизировано и происходит только один раз во время первого вызова метода лямбды остальные же вызовы ссылаются уже на определенный такой объект call сайт который вызывается как раз будет возвращается bootstrap методом вот и используя этот объект call сайт мы будем каждый раз исполнять код который находится за ним а именно вот наш код имплементации лямбды в принципе это все от меня насколько хватило времени и если есть какие-то вопросы ну и конечно же ссылочки можете посмотреть советую всем кто интересуется инструкциями и так далее посмотреть на утилитку java p который идет стандартном наборе с java так попробуем сейчас я надеюсь что-то видно если не видно посмотреть сюда так давайте посмотрим на java p исполнение для некоторого класса main я даже не знаю что там сейчас внутри можем это потом проверить и откроем наш ватт код так наше представление как я говорил а константный пол значения да на наши символьные ссылки вот вы можете видеть здесь и нет которое будет заменено и так далее что же по поводу самих инструкций наша функция main код который внутри нее находится и давайте попробуем разобрать что же здесь ну как мы видим создание нового объекта инициализация загрузка стринги марс затем загрузка принт стрима и вызов принт лэн так ну значит наш код должен вызвать принт лэн для класса go как бы все просто если мы исполним наш main класс мы получим вызов вывод ну вроде бы все честно как я сказал вопросы если есть если нет то спасибо всем за внимание всего можно маленький вопрос скажи пожалуйста паша то что мы видим это именно инструкции байт код java байт код который будет выполняться jvm правильно или это псевдо код это инструкции именно который предписывает jvm то есть они находятся законтированные внутри класса файлов как раз через эту java.py утилитку можно посмотреть как сделан вызов внутри ну на самом деле исполняться будет ваш код также допустим многие наверное знают когда у нас происходит конкатенация строк в java что на самом деле не создается каждый раз новая строка из двух предыдущих сконкатернированных а создается класс string builder в который делается вся конкатенация и затем как бы просто используется значение построенное с помощью этого string builder вот то есть если вы зайдете допустим сделайте там кодекенацию обычный строк и затем и выведите это на экран допустим то будет видно даже я сейчас могу продемонстрировать допустим я перестал шарить да сейчас так вроде шарится допустим print java некоторый класс так класс public класс print public static void name string x system out print l будет некоторое так вроде все честно пробуем скомпилировать удачно скомпилирована и попробуем посмотреть что внутри выведем это все в print код допустим что там так есть а а а sorry класс так она сделала сразу но можно из аргумента взять она не сможет на этапе компиляции там тогда ничего сделать можно аргументах давайте попробуем так из аргументов давайте возьмем но он всегда вроде должен быть у марс отлично да вот создается первым же делом сразу string builder делается дупликация его ссылки делается милициализация его загружается наша первая операнда hello делается его кирчу метода append на стримбилдере а затем делается загрузка наша из массива локальной переменных загрузка из констант загрузка из массива нашего акс и делается его кричу снова аппенда и двор пирчу без стримбилдер стримбилдер для получения нашей стримбилдере вот и сохраняется это все на операционный стек то есть стримбилдер идет нам использование из коробочки чтобы мы не могли нужно было его то создавать руками также есть инструкции инструкции которые говорят нам как будет делаться там переход по и фон свечи инструкции синхронизации потока выполнения захват мониторов и так далее вот то есть а достаточно много интересного и если больше интересно про инвок дай намек самое новое последнее нововведение как бы то стоит посмотреть видео в конце по ссылочкам вот последняя по моему ссылка там много информации очень окей спасибо будут еще вопросы ребят предположим что нет хорошо спасибо за доклад паша значит следующая у нас встреча с комьюнити если я правильно понимаю запланировано аж через месяц вот за это время паша нам скинет сделает блокпост я надеюсь пашу напиши пожалуйста блокпост скинт дайвентацию ссылки на материалы может какую-то выжимку вот а так мы вообще ищем докладчиков на следующее выступление темы можно глянуть на workplace или глобально в принципе функционально в общем любой ваш опыт применимый по javas проектов или просто знания не всегда интересны поэтому любой доклад приветствуется пишите обращайтесь мы ждем ищем докладчика на следующий раз вот меня зовут сергей вы напишите мне куда-нибудь skype facebook на почту я выйду с вами на связи и буду рад вот ну на этом наверно все большое всем спасибо и до встречи в следующий раз